Друзья, привет! В этом видео я расскажу о том, для чего нужен лайньярд для фридайвинга, как его использовать, какие бывают виды лайньярдов и на что обратить внимание при покупке. Поехали! Я думаю, будет очень интересно и полезно. Апнеа Клаб Горький представляет Итак, друзья, лайньярд для фридайвинга нужен тем фридайверам, которые начинают нырять на глубину. И лайньярд – это ваша система безопасности при нырянии. Нырять в глубину без лайньярда категорически запрещено, если только мы не говорим о каком-то фановом нырянии на рифе. Если мы тренируемся, если мы ныряем по тросу в глубину, мы обязательно должны использовать этот элемент снаряжения, и лайньярд должен быть качественным от проверенного производителя. Как это все работает? Лайньярд через карабин зацепляется за трос, и он должен свободно ходить по тросу вверх и вниз. Вниз до стопера перед донным грузом, ну а вверх до буйка. И на его пути не должно быть никаких препятствий, он должен ходить легко, свободно, и не иметь возможности за что-либо зацепиться. Карабин должен легко вращаться на тросе в любом направлении на 360 градусов. Это нужно для того, чтобы трос наш не перекручивался, не вставал как-то на излом, и у него также не было возможности за что-то там зацепиться при погружении. Трос у лайньярда, он должен быть не супер мягким, а таким достаточно жестким, и сохранять свою форму хорошо. Сама конструкция лайньярда должна быть простой, лаконичной, понятной. Нигде ничто не должно топорчиться у лайньярда, все в общем должно быть просто. Одним из элементов лайньярда является манжета, которую мы крепим на руке или на ноге, в зависимости от способа ныряния. Как правило, если мы ныряем в ластах, в моноласте или в биластах, манжету крепят на руку. Удобно, когда манжета вот такая, открытая, и для того, чтобы ее застегнуть, не нужно просовывать липучки через какие-то кольца или еще что-то. Этим вот грешат обычно китайские производители лайньярдов, когда вот этот хлястик, он один, и чтобы его застегнуть, надо продеть вот так вот через кольцо и сделать что-то подобное. Это не очень удобно, потому что иногда мы ныряем в толстых костюмах, в толстых перчатках, и порой просто через эту дырку возможно просунуть руку. Поэтому, когда манжета открыта, это удобно. Вне зависимости от толщины перчатки, мы всегда легко можем ее одеть и застегнуть. Также классно, когда на манжете сделан вот такой хлястик, за который мы всегда можем определить конец этой манжеты и быстро ее отстегнуть. Даже в толстой перчатке, даже без маски, просто на ощупь, мы всегда можем хлястик этот найти и манжету отстегнуть, для того, чтобы в случае чрезвычайной какой-то ситуации, когда, может быть, лайньярд за что-то зацепился, чтобы иметь возможность от него отцепиться и всплыть уже без него. Но на самом деле не всегда удобно цеплять лайнер за руку или за ногу. Иногда удобно, чтобы руки и ноги были свободны. Тогда на помощь приходит брасовый ремень, который мы вешаем на пояс. Здесь вот у меня брасовый ремень от компании Octopus. Достаточно технологичная вещь. Легкая, понятная конструкция пояса. Резинки, да, как бы фиксируют его у нас достаточно надежно. Хорошая здесь пряжка, которая также фиксирует резинку. И вот уже лайньярд мы можем закрепить к себе на пояс. И тогда наши руки и ноги будут свободны. Вот так вот все легко и просто. Вот здесь еще появился у нас элемент такой, так называемый быстросъем. Тоже очень хорошо, когда в комплектации лайньярда есть такая штука. Она облегчает использование лайньярда просто в разы. Например, да, мы идем нырять, и нам надо нырять и брасом, и в ластах. Тогда мы перед нырялкой одеваем брасовый пояс, одеваем на руку манжету, а уже лайньярд мы можем прицепить и к манжете, и к поясу, и переключаться буквально за секунды. Мы нырнули, лайньярд отцепили, его положили, да, там, на буйок прицепили или еще куда-то, и у нас в руках уже ничего нет. Мы можем, не знаю, страховать студентов, заниматься своими делами, ну, или еще там что-то. Поэтому обращайте на это внимание. Единственное, для того, чтобы, ну, вот такой быстросъем вам поставить, на вашем лайньярде должен быть вот такой конец разборный. У компании Octopus на лайньярдах они есть. То есть, это вот вся штука разбирается сюда, подвешивается быстросъем, и все, ваш лайньярд становится очень универсальным. И, друзья, если вам необходимы лайньярды, и вы решили остановиться на лайньярде от компании Octopus, то можете смело обращаться к нам в клуб. Мы сотрудничаем с компанией Octopus, и можем заказать для вас снаряжение по хорошим ценам, и отправить вам его с доставкой до вашего города. Цены лайньярдов на сегодня примерно такие. Просто лайньярд с манжетой будет стоить 5000 рублей, лайньярд с брасом-поясом 6000 рублей, и отдельно брасовый пояс примерно 3500 рублей. Друзья, вот краткая информация о лайньярдах. Рассказал, наверное, обо всех нюансах, которые важны для меня при нырянии с лайньярдом. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и будьте в курсе наших подводных приключений.